Я буду сегодня говорить о Лескове. Николай Лескова, творчество Николая Лескова отделяет от творчества Николая Гоголя примерно полвека. И за это время в поле зрения читающей и пишущей публики России появилась проблема, которая обсуждалась широко и которую Гоголь не очень касается. Хотя эта проблема была сформулирована еще при жизни Гоголя, но во времена Лескова уже эта проблема перезрела. Это та проблема, которую обсуждали славянофилы и западники. Но я бы эту проблему обозначил как проблему расщепленной или расколотой культуры. Ну что такое расщепленная или расколотая культура? Это культура, в которой есть два или более гештальтов. Вот немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер полагал, что любая зрелая и самобытная культура обладает гештальтом. Но гештальт это, если давать такое рабочее определение понятия гештальт, гештальт это комплекс мира ощущения, мира понимания, ценностей, оценок и установок, которыми руководствуется человек-носитель культуры. Вот когда культура созревает, то у нее формируется свой целостный гештальт. Шпенглер выделял несколько культур, которые своим гештальтом обладают. Например, это древнегреческая культура, древнеегипетская культура, это европейская, западноевропейская культура, это арабская культура, индийская культура. Так вот, если пользоваться этим словом Шпенглера, то можно сказать, что некоторые культуры обладают не одним, а двумя или более гештальтами. И сама полемика славянофилов и западников свидетельствует о том, что к этой категории культур можно отнести и русскую культуру. Так вот, на мой взгляд, Лесков интересен тем, что он предложил особое, во-первых, особое описание этой ситуации расколотой культуры, а во-вторых, именно как литератор предложил, то есть у него очень удачно получилось эстетически изобразить эту расщепленную культуру. И, на мой взгляд, как мыслящий писатель, как философствующий писатель, он предложил особую оценку этой ситуации, ситуации расколотой культуры. Потому что, ну вот, собственно, славянофилы и западники, анализируя эту ситуацию, предлагали сделать выбор. То есть выбрать тот цельный путь, тот единый путь, тот единый гештальт, которым должна воспользоваться русская культура. Так вот, на мой взгляд, Лесков интересен тем, что он предложил особое видение этой ситуации. Ну, я начну разговор о Лескове с небольшого предисловия, с, ну, такого жизненного анекдота, свидетелем которого я был однажды. Вот, и, на мой взгляд, я, и когда я начал внимательно и много читать Лескова, я все время эту историю вспоминал, историю, свидетелем которой я сам был. Однажды я оказался в кругу интеллигентных людей у костра. Ну, что обычно, интеллигентные люди у костра поют песни, пьют из пластиковых стаканчиков водку или вино и ведут беседы. Так вот, в промежутках между тостами и песнями один из участников этого застолья, нет, около костерья, скажем так, рассказал историю. Историю о своем друге, тоже интеллигентном человеке, который однажды оказался в темное время суток в глухом углу города. И к нему подошла группа подростков. Но этот интеллигент оказался не лыком шит, оказывается, он занимался единоборствами, и он быстро справился с этой стайкой подростков. Ну, видимо, все участники, все слушатели этой истории полагали, что моралитет этой истории состоит в том, что мы интеллигенты тоже не лыком шиты и тоже можем за себя постоять. Но потом рассказчик закончил свою историю очень интересным эпизодом. Этот эпизод вызвал смешанные чувства у читателей. А, да, я забыл упомянуть очень важную деталь, что когда подростки подошли к интеллигенту, они потребовали у него кошелек. Вместо кошелька они получили тумаков. Но потом этот интеллигентный человек что сделал? Он у этих лежащих подростков забрал кошельки и унес с собой. Рассказчик почувствовал какое-то напряжение в среде слушателей. Ну, вроде бы пока интеллигентный человек смог за себя постоять, все в порядке. Но тут оказалось, что финалом этой сцены оказывается грабеж. Ну, рассказчик посмотрел, понял, что что-то не так в головах слушателей происходит и произнес фразу, которая, видимо, должна была снять напряжение. Он сказал, а что? Это же трофеи. Ну, я думаю, что здесь имело место столкновение двух гештальтов. Гештальт-рассказчик и гештальт-слушателей. И вот, я думаю, блестяще эту ситуацию столкновения гештальтов описал Николай Лесков в повести, которая, ну, по общему признанию является его шедевром. Это «Очарованный странник». Вот я сегодня и буду говорить об «Очарованном страннике» и о том, как в этой повести Лесков описывает расколотую культуру. Ну, да, я прошу сейчас поднять руку тех, кто прочитал эту повесть и помнит ее сюжет. Хорошо. Тогда я прошу прощения у тех, кто прочитал и помнит ее сюжет. Я иногда буду останавливаться подробно на некоторых эпизодах, чтобы вот слушатели понимали, о чем идет речь. Ну, рамкой для этой повести является рассказ о паломниках, которые плывут на теплоходе на остров Валаам. Остров Валаам, как вы знаете, это один из религиозных центров русского православия. Там находится знаменитый монастырь и целая серия скитов. Вот. И, ну, сейчас речное путешествие на Валаам занимает, ну, примерно два часа на ракете. Ну, пароход – это такой транспорт, который, значит, ну, уступает ракете в скорости, поэтому это путешествие было долгим и утомительным для паломников. К тому же, как описывает Лесков, пароход вынужден был остановиться около небольшого острова для того, чтобы решить технические проблемы. Это еще более удлинило это скучное путешествие. И чтобы себя как-то развлечь, пассажиры начали вести беседу. Ну, с чего началась беседа? Беседа началась с типичного мотива, свойственного вообще-то русской интеллигенции, мотива необустроенности жизни в России. Вот. Тут только что пассажиры побывали на острове, где было грязно, где была плохая пристань, где были хибары дома, никуда не годные. Вот. И один из участников беседы решил сострить тоже вполне в духе интеллигентных бесед. Он говорит так. А что-то наше правительство как-то зря деньги тратит. Зачем оппозиционеров ссылают в Сибирь? Когда под Петербургом, недалеко от Петербурга, есть место, где можно изолировать любого смутьяна. Все, все, я готов. Один из участников беседы сказал, и вот здесь начинается первый конфликт гештальтов. Но это такой ложный конфликт, который дальше Лесковым не будет развит. Один из участников беседы сказал, ну и правильно сделал. Ну, в конце концов, легче ему стало от того, что он покончил с собой. Этого собеседника Лесков называет философом. Но тут с ним вступил в спор купец. Купец сказал, да как же ему легче станет? Наоборот, он себе испортил жизнь, потому что после смерти он будет проклят. Более того, он не только будет проклят, но за него даже запрещено молиться церкви. То есть здесь, ну вот, намечен конфликт светского религиозного человека. Две оценки одного и того же события самоубийства. И вот в этот момент в беседу вторгается главный герой этой повести. Иван Северьянович Флягин. Человек из народа и один из персонажей, которых сам Лесков относил к череде праведников. То есть у Лескова есть такая идея, которая во многом, которая делает его, в каком-то смысле, оппонентом Гоголя. Если Гоголь пытался обличать пороки русской жизни, то Лесков взял на себя очень сложную миссию описать не порочных людей, а праведных. Но мы как-то на одном из заседаний интеллектуальных средств обсуждали эту проблему, а как сделать добро эстетически привлекательным. Потому что обычно интерес вызывают такие персонажи, которые эстетически привлекательны, но с нравственной точки зрения не очень-то хороши. Ну, Остап Бендер, например. А Лесков попытался эстетизировать добро. И вот это один из таких персонажей, которые призваны были войти в эту череду праведников. Так вот, и вот с этой реплики Ивана Северьяновича Флягина и начинается тот конфликт гештальтов, который будет развиваться Лесковым на протяжении всей повести. То есть вся дальнейшая повесть это рассказ Ивана Северьяновича Флягина о своей жизни, в которой периодически вторгаются слушатели. Так вот, что говорит Иван Северьянович в ответ на реплику купца, который утверждает, что нельзя молиться за самоубийц. Это все ничего не значит. Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто никому молиться, это тоже пустяки. Ну, пустяки в смысле пустое. То есть нет смысла в этом утверждении. Потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить. Его спросили, кто же этот такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти? А вот кто-с, отвечал богатырь-черноризец. Есть в московской епархии в одном селе Попик пригорчающий пьяница, которого чуть было не растригли. Так он ими, то есть душами самоубийцы орудует. И дальше Иван Северьянович, да, ну рассказ очень маловероятен, и у слушателей он вызывает конечно же недоверие. И тогда Иван Северьянович рассказывает о том, что этот пригорчающий пьяница Попик был благословлен на свой духовный подвиг самим митрополитом московским Филаретом, местоблюстителем патриаршего престола. То есть это не частная инициатива какого-то горя священника, а это подвиг благословленный самим митрополитом. И это вызывает протест слушателей, с одной стороны, а с другой стороны интерес к этому человеку, который противопоставил себя не только светскому гештальту русской культуры, но и даже тому церковному гештальту, который был представлен большинством паломников. То есть Лесков здесь показывает, что этот раскол гештальтов проходит не между светской религиозной культурой, он проходит прямо через церковь. И этот раскол в другом состоит, не в конфликте религиозного и светского. Дальше, следующий эпизод, который усиливает этот конфликт гештальтов, это эпизод во время, это эпизод, в котором описывается конная ярмарка. После мытарств, после многих приключений Иван Северьянович попадает на ярмарку конную, где становится свидетелем следующего происшествия. Два татарина покупают, состязаются в покупке кобылы и входят в раж этого состязания, начинают уже предлагать не только деньги, которые у них закончились, начинают предлагать свои табуны лошадей за эту одну кобылу, начинают предлагать хозяину этой кобылы дочерей в жены, начинают снимать халат из себя и тут же бросать в качестве платы за эту покупку. Ну и в таком случае у татар был уже обычай, как эту безумную конкуренцию превратить в осмысленное состязание. Тогда два участника этого аукциона договаривались, что они отдают за кобылу ровно те деньги, которые требует продавец, а сами состязаются в перепоре. То есть два мужчина садятся друг напротив друга, берут друг друга за одну рукой за другую, а другой рукой начинают стягать друг друга. Ну и кто выдерживает, тот побеждает. Ну и тут рядом, да, Иван Северян очень внимательно смотрит на это странное состязание. Рядом оказывается русский мужик, который уже ну как хороший футбольный болельщик понимает в этом состязании. И он объясняет Ивану Северяновичу почему один из участников обязательно проиграет, а другой обязательно выиграет. Иван Северянович решил попробовать на себе это. И когда начинается второй аукцион и начинают состязаться покупатели за жеребенка, Иван Северянович одному из русских офицеров предлагает следующую сделку. Он говорит ты дай продавцу ту сумму которую он требует, а я вместо тебя сяду пороться. И вот он садится пороться с татарином с авокиреем. И вот что происходит. Теперь я цитирую Лескова. Да, я выбираю те эпизоды, где Лесков возвращается к рамочному сюжету, то есть к кораблю и слушатели начинают задавать вопросы Ивану Северяновичу. Рассказ Ивана Северяновича прекращается и начинается его диалог со слушателями. Вы с этим татарином что же сикли друг друга? Спрашивает один из слушателей Флягина. Да, тоже таким манером перепоролись на мировую и жеребенок мне достался. Значит вы татарина победили? Победил не без труда но пересилил его. Ведь это должно быть ужасная боль. Как вам сказать? Да вначале есть и даже очень чувствительно особенно потому что без привычки. И он этот совокерей тоже имел сноровку на опух бить чтобы кровь не спущать. Но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял. Как он меня хлобыснет я сам под ногайкой спиной поддерну и так приноровился что сейчас шкурку себе и сорву таким манером и безопасился и сам этого совокерея запорол. Как запороли? Неужто совершенно до смерти? Да он через свое упрямство да через политику так глупо себя допустил что его больше и на свете не стало отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик. я вот в этом рассказе узнал ту историю свидетелем которой я был и видя что слушатели смотрят на него как тот рассказчик про трофеи смотрят на него если не с ужасом то с немым недоумением как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением. Иван Северьянович почувствовал что тут образовались два гештальта и надо дать пояснение видите продолжал он это стало не от меня а от него не я виноват в его смерти а он виноват потому что он во всех рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел не уступить хотел благородно вытерпеть чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить но сам лел беднячок и против меня не вытерпел верно потому что я в рот грош взял ужасно это помогает и я все его грыз чтобы боли не чувствовать а для рассеянности мысли в уме удары считал так мне и ничего что делает Иван Северьянович он умело переключает внимание слушателей с одной темы на другую с темы убийства на тему техники победы в перепоре и это получается удачно потому что дальше слушатели уже не спрашивают про то а как же собственно а что собственно случилось с Иваном Северьяновичем почему он так легко пережил смерть человека которого он убил почему он так хладнокровно бесстрастно и добродушно относится к убийству а слушатели спрашивают и сколько же вы насчитали ударов все тема тема поменялась вот но дальше раскол вот этот раскол культурный переходит из рамочного сюжета уже в рассказ Ивана Северьяновича и он рассказывает о том как он оказался в ситуации столкновения этих двух гештальтов не на корабле а тогда когда он перепорол Савакирея продолжает Иван Северьянович чуть я чуть я за него во строк не попал тоторвать я ничего но убил и убил на то такие были кондиции потому что и он меня мог засечь но свои наши русские даже досадно как этого не понимают и взъелись я говорю ну вам что такого что вам за надобность как говорят ведь ты азиата убил ну так что же мол такое что я его убил ведь это дело любовное то есть тут нужно провести некоторую герметическую работу для того чтобы этот контраст который бросает Лесков убийство любовное дело перекодировать то что это дело добровольное в конце концов сам согласился сам знал на что шел а разве лучше было бы если бы он меня засек он говорят тебя мог засечь ему ничего потому что он и на вер а тебя говорят по христианству надо судить пойдем говорят в полицию ну я себе думаю ладно братцы судите ветра в поле а как по моему полиция нет ее ничего вреднее то я сейчас шмык за одного татарина да за другого шепчу им спасайте князья сами видели что все это было на честном бою они сжалились и пошли меня друг за дружку перепихивать и скрыли я думаю здесь Лесков обозначает момент этого расхождения гештальтов это отношение к смерти то есть Иван Северьянович удивительно легко относится и к своей возможной и к чужой смерти то есть он как бы говорит если тот человек которого я убил сам согласил сам был согласен на это то значит никакой правовой и моральной ответственности я за это не несу кстати вот я обратил внимание сравнивая Лескова с фильмом в 90-е годы был поставлен фильм да там Александр Михайлов играет Ивана Северьяновича и там мне кажется несколько сценариста режиссер ну отошли от текста и представили Ивана Северьяновича человеком кающимся вот мне представляется что у Лескова это человек не кающийся то есть он не мучается угрызениями совесть он понимает проблему и он ее решает то есть если он в своей жизни сделал то что предосудительно он это исправит он идет в монастырь он будет молиться но не будет носить в себе свою вину и это еще одно еще одна характерная черта того гештальта который представляет Иван Северьянович ну и наконец кульминация этого разрыва этого раскола между рассказчиком и слушателями кульминация в истории которую я даже тематически обозначать не буду потому что вот как раз темой темой истории и становится местом расхождения двух гештальтов потому что Лесков блестяще описывает как одну и ту же историю говорящий слушатель тематизирует по-разному то есть для них это вообще разные темы поэтому я не буду заранее обозначать тему я расскажу что происходило значит Иван Северьянич рассказывает о том как однажды уже после того как закончились его мытарства он нанялся на службу к одному помещику к конезаводчику который покупал продавал выращивал лошадей и этот Иван Северьянич был человеком как он сам признавался имеющим талант оценивать лошадей и помещик сначала попросил за деньги обучить его этому таланту Иван Северьянич дал несколько уроков но говоря современным педагогическим языком знания этот помещик получил а на умении и навыков нет и первый же аукцион показал что ничего помещик не научился поэтому он предложил Ивану Северьянич у него работать и собственно выполнять эту задачу оценку лошадей и в этот в этот же момент с Иваном Северьянич случилось следующее он пристрастился к выпивке у него начались как он это называл выходы ну то что называется сейчас запои вот ну по разным разным поводам и вот наступил один повод который привел к судьбоносному запою запою который изменил жизнь Ивана Северьянича дело в том что у Ивана Северьянича была в конюшне любимая лошадь дедона которую он чуть ли не каждый день мыл и ухаживал ухаживал за ней и вот саукционно помещик пишет Ивану Северьяничу что необходимо эту лошадь прислать для того чтобы ее продать Иван Северьянич выполнил это распоряжение но для него это но это вызвало страдание он потерял любимое существо и вот он решил отправиться на выход но здесь возникла одна проблема дело в том что у Флягина и его помещика был уговор что во время выхода Иван Северьянич отдает деньги которые ему доверял помещик на хранение помещику и наоборот когда в разгул пускался помещик он оборотный капитал оставлял Ивану Северьянич и вот Иван Северьянич оказался перед необходимостью выхода и с оборотным капиталом который он не может отдать на хранение помещику потому что его нет он долго прятал этот оборотный капитал в доме и понял, что не может успокоиться, все равно сердце не на месте. И он решил поступить следующим образом. Он решил взять с собой этот оборотный капитал, сходить в трактир, но не пить водку, а пить только чай. И там он повстречался с одним любопытным человеком, разорившимся дворянчиком, таким фигляром, который назвал себя магнетизером. Ну, гипнотизер, видимо. То есть Лесков часто искажает привычные слова, наделяя их таким интересным звучанием. И магнетизер предложил Ивану Северьяновичу избавиться от этого недуга. Он сказал, я тебя могу вылечить. Как, говорит Иван Северьянович, очень просто. Давай, наливай водки. Затем магнетизер сделал несколько пассов над этой рюмкой и говорит, пей. Иван Северьянович выпил. Тогда вторая рюмка была налита и опять заряжена этими пассами. Затем третья, четвертая, пятая. Ну и чем это закончилось? Понятно. Из кабака этих двоих напившихся людей вытолкали. И дальше магнетизер потихоньку уводит Ивана Северьяновича и приводит его в цыганский притон. Говоря, что лечение не закончено. Осталась последняя стадия. Нужно пройти еще одну терапевтическую процедуру. Иван Северьянович послушный. Он практически, если он доверяет знатоку, он следует его рекомендациям. Он заходит в этот цыганский притон. И последнее, что он услышал, это разговор магнетизера с хозяином цыганского притона. Из чего понятно, что магнетизер получает деньги за то, что привел клиента. И вот, что видит Иван Северьянович. Его поразило следующее. Он увидел цыганку-грушу, которая поет и танцует. И вот так она заворожила, что он не смог больше ни о чем думать, кроме нее. И вот кульминацией этой сцены становится танец, в который пускается сам Флягин перед лицом этой цыганки. Вот что пишет Лесков. «Что же мне так себя в суе мучить? Пущу и я свою душу погулять в волю. Да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед грушей в присядку. А чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел». Ну, там, танец был следующий. То есть мужчина бросает свою шапку перед цыганкой, и она должна танцевать на этой шапке, демонстрируя свое внимание к этому мужчине. Но Иван Северянович придумал более разгульный танец. «Так вот, чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, но ничего не жалеете, меня тем не удивите. А вот что я ничего не жалею, так я то делом правдой докажу. Да сам прыгну и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя. И кричу. Ну, лебедь — это купюра денежная, достаточно высокого, достаточно большого достоинства. Он бросает эту купюру и кричит. «Дави его, наступай!» Она была не того даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже. Она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром. Да только старый цыган, спасибо, это заметил. Да как на нее топнет! Она и поняла, и пошла за мною. Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеище-горынище. Аж на гневом землю сжет. А я перед ней просто в подобии беса скачу. Сам ее так уважаю, что думаю, не ты ли проклятая и землю, и небо сделала. А сам на нее с дерзостью кричу. Ходи шибче! Да все под ноги ей лебедя! Да раз руку за пазуху пущай, чтобы еще одного достать. А и гляжу. Там уже всего десяток остался. Из того оборотного капитала, который доверил помещик, осталось всего десяток этих лебедей. Тьфу ты, думаю, черт же вас всех побирай! Скомкал их всех в кучу, да сразу их все и под ноги выбросил. А сам взял со стола бутылку шампанского вина. Отбил ей горло и крикнул. Сторонись душа, а то оболью. Да все сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне петь страшно хотелось. Дальше вопрос от слушателей. Ну и что же далее? Спросили Ивана Северьяновича. Вот я, когда первый раз читал эту повесть, я увидел, что оказывается, мое внимание было настроено так же, как внимание слушателей этой повести. Но дальше следует неожиданный ответ. Еще раз я прочитаю вопрос. Ну и что же далее? Вы просили Ивана Северьяновича. Далее действительно все так воспоследствовало, как он обещал. Как вы думаете, кто это он? Магнетизер. Да. Магнетизер. Недоумение продолжается. Кто обещался? Понимаете, потому что слушатели восприняли эту историю, как историю про растрату. То есть настолько сфокусировалось внимание их на том, что вообще-то человек растратил те деньги, которые ему были доверены. При этом этот человек говорит об этом совершенно спокойно, как будто бы никакой вины его в этом нет. Так кто обещался? А магнетизер, который это на меня навел, он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел. И я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал. На мой взгляд, Лесков здесь блестяще показал, как происходит растягивание этих двух гештальтов на уровне тематизации. То есть слушатели даже и забыли, что вообще-то та история, которую рассказывает Иван Северьянович, это история про то, как он избавился от алкогольной зависимости. И дальше действительно подтверждается это внимание аудитории, потому что следующий вопрос, после того, как Иван Северьянович ответил про магнетизера, звучал так. «Нус, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?» Ответ. «А я и сам не знаю. Как-то очень просто». В заключение я хотел бы сказать, как я понимаю Лескова. То есть я сейчас пытался показать, как Лесков мастерски изобразил, как литератор, эту расколотую культуру. Я бы хотел теперь поделиться своим пониманием его философской позиции. Я думаю, позиция Лескова следующая. Раскол культуры – это не проклятие, а благословение. Расколотая культура – это культура, которая обладает тем богатством, которым не обладает целостная культура. Культура с одним дештальтом. У расколотой культуры есть множество средств ответить на самые разные вызовы. Но кто-то из русских писателей, эмигрантов, по-моему, Солоневич, как-то полушутку, полусерьез говорил о роли русской литературы в поражении нацистской Германии. Он сказал так. Русские писатели обманули немцев. Они создали такой образ русского человека, сомневающегося, рефлексирующего, пьющего, который должен был подтолкнуть мысли, что вообще-то с этим человеком справиться легко. Но на поле боя вышли Ивана Северьяновича, которые не отменили князя Мышкина, не отменили Раскольникова, не отменили других персонажей русской литературы. Все это есть в культуре. Но есть и Иван Северьянович. Значит, многообразие гештальтов – это наши силы, наши богатства. Ну вот на этом я хотел бы окончить. Спасибо.